здравствуйте дорогие друзья меня зовут евгений лукьянченко в этом уроке я хочу рассказать вам как бесплатно создать свой сайт за один час итак у вас есть какая-то идея для бизнеса вы решили вдруг чем-нибудь заняться и сделать свой сайт либо вы хотите сделать сайт просто для себя какую-то свою личную страничку неважно и сейчас я дам вам пошаговую инструкцию как это сделать быстро для того чтобы разместить сайт в сети нам необходимо зарегистрироваться на хостинге конечно мы можем воспользоваться какими-то бесплатными хостингами типа юкоза или народа вот но у меня есть для вас предложение получше я хочу подарить вам три месяца бесплатного полноценного хостинга от компании макхост как мы можем это сделать мы можем либо зайти на страницу сайта art printx точка ру и здесь пока вот сейчас здесь есть в новостях этот материал где мы можем нажать на кнопочку получить три месяца хостинга в подарок либо мы можем вот здесь в поиске набрать хостинг и нам выйдет вот несколько материалов выбираем хостинг от морковства лучше в мире нет вот этот материал мы выбираем и здесь вот мы видим небольшую картинку стишок и получить три месяца хостинга бесплатно нажимаем эту кнопочку заполняем имя имейл так планируете ли вы в ближайшее время создать сайт для вашего проекта но если вы захотите вдруг создать сайт не своими силами поручить это компания арт printx или веб-студии хотабыч волшебники то оставьте свой телефон установите кнопку точку в поле да и оставьте свой телефон нажмите отправить после этого вы получите на свою почту промокод и доступ страницу доступа для регистрации на хостинге вот давайте приступим к регистрации на хостинге у нас вот есть ссылочка такая которая к вам придет нажимаем на нее выбираем виртуальный хостинг тариф профи давайте еще раз посмотрим что позволяет нам этот тариф этот тариф позволяет нам дает нам дискового пространства 5 гигабайт позволяет нам разместить 10 сайтов с mysql базами но в принципе стоимость у этого хостинга довольно таки неплохая но еще раз повторяю три месяца хостинга я дарю вам бесплатно вот мы вписываем наш почтовый адрес так физическое лицо и смотрим какой у нас здесь промокод так копируем копируем его вставляем этот промокод нажимаем далее и мы получаем тариф хостинга профит промо 93 дня нам дается бесплатно сразу же нам предлагается перенести сюда свой домен если у вас уже есть какие-то зарегистрированные домены на других хостингах или у других регистраторов доменов вы можете выбрать вот этот пункт и вписать сюда ну нажать далее или вписать сюда имя домена но мы сегодня говорим о бесплатном сайте поэтому мы будем использовать домен третьего уровня который нам предоставляет сам этот хостинг на домене второго уровня macdir.ru вот и мы здесь просто давайте создадим такой вот сайт сайт бесплатно macdir.ru нажимаем далее нажимаем ждем вот страничка у нас загрузилась мы получаем 93 дня бесплатно домен сайт бесплатно macdir.ru по тарифу промо профит промо нажимаем согласен нам присваивается логин и нам на email отправлены письмо с доступом войти в панель управления заходим к нам на сайт получаем нам к нам в почту обновляем получаем наш пароль пароль и входим в наш аккаунт и что мы здесь видим значит у нас есть один сайт из десяти база одна из десяти давайте посмотрим какие у нас услуги здесь вот собственно у нас есть одна база и один домен и один домен вот здесь хранится информация о нашем аккаунте по путях к фтп пароли аккаунта ну собственно у нас информация о доступе по фтп и ссх ссх мы можем нажать показать пароли и эти пароли нам благополучно отобразятся что предлагает нам хостинг макхост давайте посмотрим на нашу майн карту итак мы зарегистрировались на хостинге выбрали бесплатный домен у нас уже создалась SQL база теперь нам нужно установить cms joomla ну либо wordpress как раз вот этот хостинг макхост он позволяет нам установить приложение установить cms прямо из панели управления хостингом давайте выберем joomla 253 это сейчас на данный момент уже есть joomla 2511 система управления сайтом но давайте мы установим пока что нам предлагает макхост так база данных путь остановки все правильно установить приложение вот это вот будет наш логин и вот это вот будет наш пароль для входа в административную часть сайта ну а пока мы подождем когда установится наше cms и продолжим далее далее и так мы подождали несколько минут установка joomla 253 на наш сайт выполнена и теперь мы можем зайти в административную часть давайте давайте зайдем туда посмотрим как она выглядит для этого нам нужно ввести здесь логин и пароль нажимаем 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 в административную часть сайта на cms joomla для того чтобы посмотреть как в данный момент выглядит наш сайт мы должны нажать вот на вот эту ссылочку просмотр сайта ссылка откроется в новом окне и мы сможем увидеть как на данный момент выглядит наш сайт вот мы установили cms мы зарегистрировались на хостинге выбрали домен и установили cms теперь нам нужно разобрать этот блок работа с сайтом то есть сейчас на данный момент у нас на сайте сайт выглядит довольно таки просто вот и имеет всего несколько шаблонов давайте зайдем вот в расширение менеджер шаблонов посмотрим что мы на данный момент имеем это вот три стандартных шаблона которые идут вместе с джумлой по умолчанию давайте посмотрим сейчас вот у нас стоит шаблон без 20 без 2 вот давайте попробуем поставить без 5 посмотрим как изменится наш сайт заходим обновляем таким вот образом он поменялся атомик давайте посмотрим это вот такой чистенький шаблон который позволяет нам настраивать его как мы хотим прикручивать сюда любые стили но мы пойдем более легким путем я вам сейчас расскажу где и как искать шаблоны для джумла ну во первых мы просто забиваем поисковый запрос шаблоны шаблоны джумла 2.5 скачать бесплатно например да и смотрим что выдает нам яндекс а яндекс выдает нам целую кучу разных ресурсов ресурсов давайте зайдем на один из них посмотрим что за шаблоны нам предлагают ну обычно на таких сайтах есть тематика какие сайты нам нужны то есть это реклама партнерства может быть давайте посмотрим сайты может быть жизни люди мультимедия тематика шаблонов вот у меня вот авто бизнес вообще есть несколько производителей шаблонов для джумла сейчас я вам скажу где то есть сайт может быть на джумфанс джумфанс вот здесь вот на сайте джумфанс точка ком мы можем вот лицезреть производителей шаблонов для джумла вот мы помимо того что можем скачать например шаблоны с этого сайта напрямую то есть зайдя вот например по ссылке материала мы можем загрузить этот шаблон скачать да его вот либо мы можем сделать следующим образом скачать давайте доработаем наш поисковый запрос скачать не бесплатно скачать например торрент торрент и скачать интересующие наш шаблоны на одном из торрентов что гораздо проще мы сразу можем скачать целую базу целую кучу шаблонов которые нам предлагают будут предлагаться давайте посмотрим на другом ну вот например 34 шаблона для джумла 2.5 мы можем скачать сразу одновременно вот и потом просто давайте посмотрим список файлов которые сюда входят вот здесь у нас идут шаблоны от производителя у тем также выдаются похожие темы где мы можем скачать другие шаблоны в общем найти шаблоны совершенно не проблема давайте попробуем установить на наш сайт новый шаблон для этого мы заходим в административную часть нашу нажимаем расширение менеджер расширений выбираем файл который мы скачали пакет который мы скачали на наш компьютер и мы нажимаем шаблоны шаблоны у меня здесь есть несколько различных видов шаблонов я уже себе накачал джумла 2.5 давайте например попробуем поставить шаблон ucloat 2.5 загрузить и установить шаблон шаблон ucloud это шаблон от производителя utem давайте посмотрим как будет выглядеть шаблон у нас темы для джумла он производит шаблон не только для джумлы но и для ворпресса так как у нас дела здесь стоит так у нас установка шаблона успешно завершена об этом нам говорит вот эта вот запись давайте зайдем в менеджер шаблонов и установим этот шаблон по умолчанию ucloud нажимаем здесь звездочку и давайте посмотрим как изменился наш сайт вот таким вот образом изменился наш сайт и сейчас мы приступим к его наполнению давайте посмотрим вообще как выглядит этот шаблон давайте нажимаем демо на сайте ютем на сайте производителя мы можем зайти выбрать этот шаблон найти и на сайте шаблон работать, как выбирать. Давайте для начала мы сейчас начнем добавлять материалы. Давайте еще раз глянем нашу Майнкарту. Вот мы уже нашли шаблон, установили его. Давайте посмотрим модульную систему шаблонов. Что нам для этого нужно сделать? Нам нужно будет сейчас зайти в менеджер шаблонов. Вот мы сюда уже зашли. Здесь выбрать вкладку шаблоны и в настройках разрешить предварительный просмотр. Сейчас вот на данный момент, если мы нажмем на предварительный просмотр, ну вот в принципе он у нас уже показывает модули, куда мы можем размещать, где, в каких местах на нашем сайте мы можем размещать различные модули. Вот здесь вот у нас есть модульная позиция лого, есть тулбар L, тулбар R, правая. Вот здесь у нас есть позиции для баннера. Вот позиции топ-а, топ-б. Давайте посмотрим в шаблоне на сайте UTEM. Здесь можно посмотреть модульные позиции, нажав на ссылку «Module Variations». И мы сразу видим, что здесь на сайте есть вот такие вот модульные позиции. Их можно оформлять различными стилями и с различными иконками. Например, вот этот вот блок оформлен модулем класса фикс, с суффиксом класса модуля «Style Black Icon Card», вот этот вот «Style Color Icon Login». Но настройки модулей я вам расскажу немного попозже. Сейчас мы посмотрели позиции, модульные позиции нашего шаблона, куда мы что можем вставить. И давайте приступим к наполнению нашего сайта. Эту вкладочку пока закроем. Итак, для того, чтобы добавить материалы, нам нужно, например, создать для начала какие-то категории. Сейчас я вот эти все категории, которые даны нам по умолчанию, я удалю в корзину. Так. Материалы. Тоже в корзину. Приступим к добавлению материалов и категории. Сначала давайте еще раз заделаем менеджер категории. Так. Создадим категорию «О компании» или «О нас». Давайте «О нас». «О нас». «Сохранить». Давайте. Сохранить, закрыть. Создадим еще одну категорию «Услуги». Ну и на всякий случай, давайте создадим категорию «Услуги». «Новости». «Услуги». 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 «Услуги» в которой мы будем добавлять материалы. Теперь мы заходим в менеджер материалов и начинаем создавать наш сайт, добавляем наши материалы. Давайте создадим первый наш материал, нажимаем кнопочку «Создать». Давайте для начала, например, «О компании». Вот мы создаем материал «О компании». Алиаз нужен для SEO-ссылок в сайте, об этом будем говорить попозже. Если не заполнять это поле по умолчанию, то будет ставиться некий набор цифр и тире, привязанные к дате и времени создания материала. Но есть, конечно, плагины специальные, которые автоматически транслитерируют вот это вот наше название, но мы их пока не установили. Наша задача сейчас по-быстрому создать наш сайт. Сюда мы можем вписать материал о нашей компании. Давайте, во-первых, вот это вот слово о компании будет являться заголовком на нашей странице. И мы можем добавить сюда какой-нибудь текст. «Добрый день, уважаемые». «О, да, 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 Вот наша первая страничка Мы добавляем сюда такой текст Также можем вставить сюда какую-нибудь фотографию Каким образом мы это делаем Мы заходим в «Ставить и редактировать изображение» И здесь мы можем выбрать из списка картинку Например, давайте из «Sample Data» Мы можем также загрузить здесь Какую-нибудь из картинок Давайте закроем Посмотрим, куда это мы Давайте в корень сейчас Загрузим какую-нибудь нашу картинку Например, давайте Перетащим сюда Логотип наш Который нам потом понадобится Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот мы перетаскиваем сюда наши логотипы, нажимаем загрузить и выбираем один из наших логотипов. Здесь мы можем указать текст, который будет в названии картинки. Нажимаем «Вставить» и получаем вот такой вот логотип. Давайте сохраним и закроем наш материал. Вот и добавим еще несколько новых. Давайте создадим еще один материал. По умолчанию у нас тот материал о компании добавился в категорию «О нас». А сейчас мы добавим материал по услуге и выберем другую категорию. Давайте, например, «Услуга 1». «Услуга 1». Здесь, в принципе, можем пока ничего не ставить. Пусть он выдаст нам какой-нибудь набор. «Услуга 2». «Услуга 2». «Услуга 2». «Выбираем категорию «Услуги». «Сохранить и закрыть». «Услуга 3». «Услуга 3». 3 Я прошу прощения Добавляем еще один материал Услуга 3 Сохраняем Мы вот видите Забыли указать Категорию Осталась категория Давайте поменяем Зайдем поменяем категорию И увидим Так вот Ослуги мы изменили Сохраняем, закрываем Теперь добавим Несколько новостей Создать Так Новость 1 Давайте Этого раздела Новости Новость номер 1 Давайте здесь Мы Вставим какой-нибудь Любой текст Сейчас я из Каких-нибудь Своих Текстов Выберу Вот так Для чего Для чего я сейчас хочу Вставить сюда большой текст Для того, чтобы Показать вам Что Мы Можем Новость Делать Новости Делать Следующим образом Давайте пока Уберем Вот это название У нас сверху То, что было Новость номер 1 Сделаем Вот эти 5 правил Отличной Листовки Заголовком И Поставим Вот После Вот этого Обзаца После вот этого Обзаца Давайте мы Вставим Кнопочку Подробнее Читать Далее Вот она Эта кнопочка Сохраняем И закрываем Еще раз Напоминаю Что это у нас Новость Мы Отображаем Ее В категории Новости Сохранить И закрыть Давайте добавим Еще одну Новость Новость Два Новости Добавим Тот же самый Текст Для примера Давайте Поставим Кнопочку Подробнее Уже После второго Пункта Чтобы мы Видели Что они Различаются Вот Сохранить И закрыть Картинки Вставлять сюда Не будем Вы уже Знаете Как это Делается Вот И Так У нас Получается Что мы Создали Пункты Компании Три Услуги И Две Новости Значит Теперь Давайте Мы Создадим Материал Контакты Контакты Оставим раздел Категории О нас И здесь Мы Напишем Наш адрес Адрес Город Москва Улица Тмч 777 Телефон наш Укажем И пока В таком виде Можем Сохранить Этот материал Но Также Я думаю Что Сейчас Давайте Я сразу Покажу Добавим Свою Карту Проезда Ну Или Потом Мы сможем Добавить Сюда Карту Проезда Это Я вам Расскажу Возможно В других Наших Уроках Сейчас Я пока Материал Закрываю И мы Приступаем К Отображению Нашего Меню Этих Материалов В нашем Меню Давайте Посмотрим Что у Нас Обновим Наш Сайт Посмотрим Что у Нас Не Обновился Но Никакие Материалы У нас Не Появились И Сейчас Мы Приступим К Наполнению Меню Давайте Зайдем В Главное Меню Вообще Посмотрим Сначала Какие Меню У нас Здесь Есть Меню Пользователя Мы Можем Удалить Вообще При Установке Системы Джум Джум Ла Скаченный С Сайта Джум Точка Ру Вот Этих Всяких Левых Меню Нет Это Я Для Примера Сделал Установку Из Панели Управления Хостингом Давайте Сойдем В Главное Меню Удалим Все Ненужные Нам Пункты Вот В частности Форт На Сайты Панели Управления Мы Их Поместим В корзину Отсюда Они Нам Здесь Не Нужны Давайте Из Корзины Их Тоже Сразу Удалим Очистить Корзину Выберем Состояние Выбор Состояние И Зайдем В Пункт Меню Главное Давайте Главное У нас Будет Страница Выберем Тип Пункта Меню И Выберем Конкретный Материал На главной Странице Нажав Вот эту Кнопочку Выбрать Изменить Выберем Сам материал О компании Это Будет Наш Материал На главной Странице Нажимаем Сохранить И закрыть Добавляем Еще Пункт Меню Выбираем Тип Пункта Меню Блок Категории И Здесь Мы Можем Выбрать Категорию Услуги И Сам Пункт Меню Мы Тоже Назовем Услуги При Нажатии На Этот Пункт Меню Будут Ображаться Все Материалы Данной Категории На Странице Так Сохраняем Закрываем Давайте Сразу Добавим Пункт Меню Новости Выбрать Здесь Мы Тоже Выбираем Блок Категории Выбираем Категории Новости Здесь Новости Сохранить И Закрыть И Создадим Еще Один Пункт Меню Который Мы Назовем Контакты Тип Пункта Меню Выбираем Материал Конкретный Материал Который Мы Назвали Контакты И Пункт Меню Тоже Будет Называться Контакты Так Сохраняем И Закрываем Теперь Нам Нужно Посмотреть Вообще По умолчанию Этот пункт Меню Отображается Вот Это Меню Главное Меню Отображается Вот В этом Модуле Вот Название Меню И Давайте Посмотрим Обновим Наш Сайт И Посмотрим Как Он Теперь У нас Выглядит Мы Добавили Пункты Меню Так Нет У нас Здесь Не Появилось Не Появилось Наше Меню Поэтому Я Сейчас Вам Меню Главное Меню Стоит У нас В позиции Position 7 Позиции Модуля Давайте Мы Зайдем В этот Модуль Главное Меню И Который Вот Отображает Наше Меню И Поменяем Здесь Позицию На Позицию Нашего Шаблона Давайте Я вам Еще Покажу Как Можно С самого Сайта Посмотреть Позиции Для этого Мы Набираем Вопросик ТП Равно 1 И Сайт Выдает Нам Все Позиции Где Мы Можем Возместиться Но Вообще Вот Эта Позиция Где Расположено Наше Меню Находится Здесь Давайте Ка Мы Выберем Здесь Пункт Меню Вот Сохраняем Закрываем И Давайте Посмотрим Что же У нас Получилось Зайдем На Сайт Так Главное Меню Удалим Все Могли Нам Не Нужно Давайте Создадим Его Заново Нам Нужно Меню Для Этого Мы Выбираем Меню Выбор Типа Модуля Меню Завод Меню Модуля Меню Главное Меню Давайте Давайте Всякий Случай Будем Воскрывать Вот И Здесь У нас Главное Меню Отображается Начальный Уровень Первый Последний Уровень Все Показывать Показывает Подпункты Это Если У нас Будут Какие Подпункты В меню То Они Могут Быть Во Всплывающих Окошках Как Например Вы Посмотрите На этом Сайте Вот Вот Выезжают Подпункты Вот Ну А у У нас На Сайте Пока Этого Нету Мы Пока Делаем Простой Сайт Значит Сохраняем Позиции Меню Убираем Меню Сохраняем Проверяем Смотрим Что у нас Получилось Вот У нас Появились Пункты Меню Где Мы Сможем Зайти В Пункт Услуги Давайте Посмотрим Как у нас Отображаются Наши Услуги Вот Таким Вот Образом У нас Отображаются Услуги То есть Заголовок Автор Опубликовано В каком Разделе И Текст Услуги Есть Кнопочки Имейла И Печати Вот Блок У нас Блок материалов У нас Построен Таким образом Что у нас Идет Сверху Одна Новость Во Весь Во всю Ширину Экрана И две Новости Которые Ниже Они Идут В Два Столбца Давайте Поменяем Это Расположение Мы Сейчас Зайдем В материалы Закрываем Пока Наше Главное Меню Материалы Менеджеры Материалов И здесь Мы Давайте Зайдем Меню Главное Меню Хотя Мы Можем Сделать Следующим Образом Мы Можем Выбрать Либо В меню Эти Настройки Давайте Зайдем В Главное Меню Посмотрим Здесь Услуги И Параметры Отображения Макета Блога Мы Можем Задать Конкретно Для Макета Блога Услуги Отдельной Отдельной Настройки Именно Вот В пункте Меню Услуги В параметры Макета Блога Где мы Можем Указать Во всю Ширину Один Только Введение Будет У нас Например Десять Материалов Количество Колонок Ставим Одно У нас Будет Одна Колонка И Количество Ссылок После Того Как Десять Материалов Будут Подображены Если у нас Например Больше Будет Услуг То Остальные Услуги Будут Показаны В виде Ссылок Но Давайте Пока Этого Мы Делать Не Будем Оставим Ноль Сохраняем И Закрываем Еще Еще Хочу Рассказать Один Момент Мы Можем Зайти В Менеджер Материалов И Здесь Вот В меню Есть Пункт Настройки Здесь Мы Можем Указать Настройки Блога Вообще По Умолчанию Сейчас Пока На данный Момент Давайте Посмотрим Как У нас Изменилось Это Все У нас Все Услуги Теперь Отображаются В одну Колонку Но Новости У нас Отображаются В две Вообще Колонки Отображаются Тоже Вот Здесь Просто Мы Третью Новость Не Добавили И Если Мы Сейчас Давайте Добавим Протестируем Еще Одну Новость Материал Менеджер Материалов Создать Новость Три Новость Три Давайте В раздел Новости Здесь Такой Коротенький Текст Сохраняем Закрываем И Смотрим Как же У нас Теперь Отображается Наш Блог С новостями Вот Как я и Говорил У нас Одна Новость Идет Во всю Ширину Ну и Две Новости Идут В две Колонки Причем Новости Три Новости Идут В Каналогическом Порядке То есть Верхняя Новость Она Идет Сверху Это Мы Можем Все Изменить Этот Порядок Опять Таки Сейчас Я Могу Показать Как И Где Либо Мы Можем Вот В главном Меню Зайти В этот Пункт Новости Или Давайте Новости Пусть У нас Так Идут В хронологическом Порядке Самые Свежие Новости Будут Вверху А мы С вами Изменим Например Блок Наших Услуг Зайдем В раздел Услуги В нашем Меню И Теперь Параметры Отображения Макет Блога Порядок Размещения В колонках Так И Включать Подкатегорию Нет Это нам Дата Для Сортировки По Умолчанию Разбиение Так Порядок Категорий Не Упорядочить Порядок Материалов Старые Первыми Например Давайте Поставим И у нас Старые Наши Материалы Будут Ображаться Первыми Давайте Мы еще Раз Посмотрим На нашем Сайте В раздел Услуги И увидим Что У нас Услуга Номер один Стало Отображаться Сверху Теперь Давайте Мы с вами Зайдем Еще раз В раздел Наш Материалы Менеджер Материалов И установим Следующие Настройки Значит Заходим В настройки Материалы И здесь Давайте-ка Мы Во-первых Скроем Иконки Вот эти Печати Отправки На e-mail Эти материалы Эти иконки Мы скроем И Скроем Значит Давайте Автора Скроем И Скроем Дату Публикации Навигации Категории Категории Таким образом У нас Все это Стало Отображаться Зайдем В контакты Здесь Отображаются Наши Контакты Ссылочку Может Сюда Будет Ставить Карту Как Категория Здесь Давайте Посмотрим В контактах Категория Категория Ну и если Сами не Разберетесь То чуть позже Я Наверняка Сделаю Какой-нибудь Урок Где Я Расскажу Более подробно О том Как Вставить Эту Карту Мы Вернемся К Нашему Сайту И Давайте Сделаем Кое-что Еще Давайте Мы с вами Добавим Вот сюда Логотип И Вот сюда Телефон Наш И Адрес Значит Каким Образом Мы Это Будем Делать Сюда Мы Можем Добавить Материалы Ну не Материалы Сюда Вот мы Можем Добавить Какие-то Изображения Или Надписи С помощью Модулей Потому что Материалы Они отображаются В блоке Материалов Когда мы Добавляем Но Все остальное Мы Можем Сделать С помощью Модулей Поэтому Мы Заходим В расширение Менеджер Модулей Давайте Создадим Еще один Модуль Который Мы Тип Модуля Выберем HTML Код И Назовем Его Лого Назовем Его Лого Показать Заголовок Мы Отобразим Скрыть Выберем Позицию На сайте Лого Который Будет Отображаться И Вот В этой Форме Мы Давайте Добавим Картинку Нашего Логотипа Вот Здесь Мы Поставим Логотип Вы можете Вписать Сюда Название Своей Компании Или Какой Хотите Текст Давайте Изменим По Мы Не Будем Этого Делать И Отступы От Логотипа Мы Можем Поставить Так Чтобы Текст Отступал Как От Логотипа Он Будет По 12 Пикселей Вокруг Логотипа Отступать Но Нет Давайте Вставим Наш Логотип И Посмотрим Сохраним Закроем И Посмотрим Как Изменился Наш Сайт Вот Так Вот Изменился Добавился Логотип И Давайте Добавим Еще Модуль Один Так Создадем У нас HTML Код Назовем Модуль Контакты Контакты И Добавим Сюда Наш Телефон Так 495 777 777 777 И Наш Адрес Давайте Улица Улица Телефича 77 777 Немного Выделим Наш Телефончик Сделаем Жирным Увеличим Увеличим Шрифт И Посмотрим Как Теперь Будет Выглядит Наш Сайт Модуль Мы же Не выбрали Позицию Где Будет Отображаться Наш Модуль Давайте Посмотрим Какие Доступны Нам Позиции Телефону Дальше Телефончик Вот Хэдер бар Вот здесь Есть позиции Хэдер бар Сейчас Мы В нее И Добавим Нашу Наш модуль Давайте выберем его так, header bar сохранить и посмотрим еще раз вот так вот изменился наш сайт и теперь давайте посмотрим в настройках модуля как мы можем убрать вот эту дату, нужна она нам здесь или нет и вот эту надпись давайте уберем для этого нам нужно зайти этот модуль закрываем для этого нам нужно будет зайти в расширение менеджер шаблонов наш шаблон в стиле нашего шаблона и здесь мы уже можем выбрать следующий зайдем в профайлы warp branding это надпись снизу и дату мы можем отключить давайте заодно что мы здесь можем в настройках шаблона увеличить ширину нашего шаблона и так же поиграть с стилями с изображениями шаблонов давайте сохраним и посмотрим поиграемся с настройками с настройками и так вот мы удалили нашу дату и удалили надпись снизу и теперь давайте попробуем поменять стили текстуру давайте попробуем поставить фабрик сохранить смотрим вот наша текстура поменялся выглядит как ткань как лен давайте облака поставим сохранить посмотрим что у нас за облака здесь будут вот такой вот фонт с облаками у нас появился значит так же мы можем выбрать вот здесь какой-нибудь из стилей вот в принципе так таким образом мы только что запустили наш сайт где мы разместили главную страницу информацию о наших услугах новости и контакты о нашей компании или о нас наши личные контакты и теперь у нас есть свое собственное представительство в интернете можно давать рекламу можно раскручиваться в соцсетях в соцсетях пиариться всячески и привлекать к себе клиентов работать дальше продолжать дальше вот на этом я этот урок заканчиваю надеюсь что эта информация была для вас полезная напоминаю что я хочу подарить всем смотрящим это видео три месяца бесплатного хостинга если вы сейчас оцените и посмотрите что за такой короткий промежуток времени мы создали практически сайт и три месяца это довольно таки неплохой срок можно создать десять сайтов забить весь все ресурсы хостинга которые нам предоставляются и три месяца пользоваться на этом я с вами прощаюсь надеюсь что эта информация была вам полезна если вам понравилось это видео то вы можете прокомментировать его на сайте youtube ссылки на регистрацию на хостинге и промокод я выложу под этим видео с вами был Евгений Лукьянченко до свидания